В середине XVII века при дворцах европейских правителей стали появляться роскошные сады и парки. Законодателем мод здесь был, несомненно, Версаль, устроенный французским королем Людовиком XIV. Помимо искусства ландшафтного дизайна, как сегодня сказали бы мы, великолепный сад правителей того времени становился демонстрацией совершенно определенных идей. Восходящих, с одной стороны, к эстетике эпохи барокко, с другой стороны, концепции силы и власти монарха. Считалось, что чем богаче и великолепнее сад, тем богаче правитель и его государство. Именно в это время появляется идея регулярного сада. Сада, где все, как будто бы по воле монарха, укладывается в четкие и упорядоченные узоры. В таком саду царила симметрия и порядок. Такой сад воображал изобилием геометрических форм и благообразием цветов и растений. В таком саду все было совершенно и не было места хаоса. Петр I интересовался европейскими садами еще во время своего первого путешествия в Европу, которое он совершил в конце XVII века. А с началом Северной войны, во время своих первых побед на территории Ингерманландии, царь нередко сравнивал себя с Адамом, который в поте лица добывает хлеб свой. Так Петр иносказательно говорил о первых победах Северной войны и о тех благах, которые приносят эти завоевания России. По аналогии с Адамом, свою новоустроенную столицу, Санкт-Петербург, Петр именовал парадизм. Только если для Адама парадизм был утрачен, Петр стремился создать парадизм на пустынной, не приспособленной для этого Северной земле. И сначала в самом Петербурге появляется Летний сад, затем в Стрельне и в Петергофе. Великолепный Петергофский сад и парк. К этому времени Петр смотрит и другие европейские сады. Он неоднократно путешествует в Европу, внимательно все изучает, иногда просит делать зарисовки не только растений с четким диаметром, деревьев, которые ему нужны для своих садов, но и зарисовки диковинных ваз, которые украшают парки, античных скульптур, а также раковин, которые царю доставляет часто в качестве подарка Ост-Индская компания. Все это великолепие Петр стремится перевести в Петербург. И удивляет то, с какой настойчивостью Петр пытается высаживать растения совершенно экзотические, которые, казалось, не могут расти в северных широтах. Например, цветущие абрикосы, которые невысоко растут и плод также приносят, бергамоты, фиговые деревья, деревья померанцевые, вечно зеленый боксус, который в садах эпохи барокко становился символом вечной жизни. Это растение не умирало на зиму. Но у Петра поначалу в Петербурге боксус умирал. И тогда Петр выписывал новых садовников, новых янов из Голландии, которые должны были ухаживать за всем этим великолепием. Появляются в садах Петра цветы белой и синей сирени, а также уже знакомые нам липы, клёны и каштаны, которые в больших количествах везут из Европы, из Голландии, из Франции через Ревель в Санкт-Петербург. Многие из этих видов остаются в Ревеле. И в 1718 году, вдохновленный последним своим по продолжительности путешествием в Европу, во французский Версаль, Петр I занимается облагораживанием Петергофа и своей новой резиденцией на недавно завоеванной земле в Ревеле, Катеринентале, долине Екатерине, как называется это место, посвященное супруге Петра. Здесь появляется маленький парадиз, ничуть не уступающий тем великолепным садам с фонтанами, которые радуют взор Петра в Петербурге и его окрестностях. По мысли царя, и эта идея, восходящая как раз к эстетике барокко, настоящий сад должен впечатлять не только изобилием и красотой растений, но и радовать пять чувств человека. Какие пять чувств? Зрение, слух, осязание, вкус и обоняние, запах. Ну, с запахами все понятно, потому что в садах царя Петра произрастали не только цветы, но и пряные травы, а также и вкус радовался сладости клубники и иногда огурчику, которым тоже находилось место в этих регулярных садах царя Петра. Со зрением тоже все ясно. Это была цветущая красота, которую Петр стремился поддерживать в таком цветущем и пышном виде с первых дней весны, когда высаживались более ранние цветы, нарциссы, тюльпаны, и затем уже до последних дней сентября. Это было непрерывное цветение, безусловно, радующее глаз. Что касается осязания, то здесь тоже все понятно. Буксус имел плотную и даже жесткую листву, но легко от него можно было перейти к шелковым лепесткам розы и порадовать свое чувство тактильных ощущений. Остается еще одно чувство слух, и оно тоже радовалось в садах Петра, потому что Петр помимо растений, экзотических заказывал, и экзотических птиц в своей сады. Это были поющие канарейки, диковинные попугаи. Иногда встречались мартышки, чтобы разнообразить этот райский ландшафт. Но по мысли Петра слух мог радоваться и музыке воды. И фонтаны Петр намеревался настроить таким образом, чтобы вода, падая ритмично, играла эту музыку и радовала чувство слуха. И в завершение важно отметить, что райской красотой Петр готов делиться был со своими подданными. И великолепный сын Катериненталь сделал открытым для каждого желающего видеть эту красоту, вдыхать ее и ощущать. И этот наказ Петра выполняется и по сей день. И уже очень скоро великолепный сад Катериненталь, цветочный сад и нижний сад, где много деревьев и недавно высаженных аллей, будут радовать нас своим цветением и благоуханием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...